Робин Бейкер Робин Бейкер Робин Бейкер Робин Бейкер Робин Бейкер Робин Бейкер осуществил свою мечту и такую книжку написал. Как я уже рассказывал, его основная трилогия, которая принесла ему известность — Sperm Wars, Baby Wars и Sex in the Future. Все три книги построены по похожему сценарию. Каждая глава начинается таким литературным описанием ситуации, очень художественно, красиво написанной, с деталями, с эмоциями. Такой кусок текста, который отлично бы смотрелся как составляющая какой-то художественной книги или сценария. После этого, после этого вступления художественного идет разбор, какие биологические механизмы сейчас проявились, как они сработали, что, собственно, происходило с точки зрения биологии в этой сцене. Возможно, таким образом Робин Беккер разминался, пробовал свои силы для будущего художественного творчества. И книга «Праймал», можно так сказать, состоит только из этих кусков. То есть описывается вся художественная часть, и это не какой-то вырванный кусок текста, это слаженный длинный сценарий, в котором биологические объяснения отсутствуют. Ну, только намеки отдельные вставлены. И отдельные места смотрятся как прямая отсылка к уже написанным текстам. То есть видно, что местами прямо отсылается человек, который читал его первые книги, которые я перечислял, он узнает главы, которые здесь имеются в виду, то есть к чему идет отсылка. Заястка сюжета. Моряки вылавливают плод с парой выживших людей, которых давно разыскивают, которые пропали много месяцев назад. Эти люди рассказывают, где искать остальных, и спасают практически всю пропавшую компанию. Выжили не все, во-первых. Во-вторых, кое у кого появились дети за это время. Компания была очень необычная. Это была экспедиция студентов под руководством профессора-плематолога, состоявшая из преподавателей и студентов-выпускников. Все они приехали на этот остров заниматься исследованиями научными вокруг обезьяньи стаи, которую туда подселил другой приматолог какое-то время назад. Все начинается очень хорошо, но потом на островок, что мог бы быть курортом, объектом станет дьявольских страстей. Все как-то начинает идти не так. Сначала портится генератор, потом после шторма пропадает корабль, на котором они приплыли, потом случайно гибнет вся одежда, пока происходит ночное купание, и люди оказываются, как в шоу, голые и напуганные, в чем мать родила, практически без инструментов, без возможности вызвать какую-либо помощь, и, судя по всему, достаточно сильно в стороне от всех больших морских магистралей. И когда до всех доходит, что спасения ждать неоткуда, вот тут и начинается самое интересное. После спасения группа нанимает журналиста, который, как предполагается, должен сделать на основе всего приключения книжку, где, во-первых, ответить на все вопросы, а, во-вторых, дать возможность заработать сколько-то денег. Проблема в том, что журналист, вместо того, чтобы механически повторять те заученные, как оказывается, истории, которые ему воспроизводят все участники, начинает въедаться и находить несоответствие в историях, и постепенно, ниточкой за ниточкой, вытягивает настоящую историю. Что это было? Какая была настоящая последовательность событий? Что происходило с людьми? Что случилось с теми, кто не выжил? Как вообще происходила жизнь на острове? И по мере того, как картина проясняется, во-первых, участники начинают уже не просто неохотно рассказывать детали, они начинают их прямо скрывать, иногда даже прямо угрожая журналисту, чтобы он не задавал лишних вопросов. А во-вторых, невооруженным глазом становится видна параллель. Тот ученый-приматолог, который высадил в свое время обезьян на этом острове и развел стаю, это учитель руководителя этой экспедиции, который к тому же пропал. Из чего возникает логичный вопрос, насколько случайно все то, что случайно случилось. В общем, не раскрывая все интриги, скажу, что книжка однозначно на пять звезд из пяти возможных и сочетает в себе и биологические знания и данные, по крайней мере, настолько, насколько сам Робин Бейкер в них верит, насколько он считает их обоснованными, научно установленными. Когда что-то и говорится в формате «может быть» или «вероятно», это «обоснованное может быть» и «обоснованное вероятно». При этом и художественная книжка написана отлично, интригующее, добротное литературное произведение, но с ограничением по возрасту 21+. Читать ее нужно, что называется, с открытым сознанием. Большинство людей, которые никогда не попадало в условия на грани выживания, плохо представляют себе наши встроенные древние механизмы, которые мгновенно активируются, как только организм замечает знакомые сотни тысяч лет условия вокруг себя. И тут людей ожидают открытия. Например, большинство из нас не знает, зачем существуют волосы на лобке и почему именно там. Вот на этом острове люди узнали, зачем. Так что жаль, что этой книги нет в переводе и вряд ли ожидается в обозримом будущем. Это была бы достойная книжка и с точки зрения образования, и с точки зрения драмы. Эта художественная книга у Робина Беккера уже не единственная, как я говорил. Следующая у меня на очереди «Ребенок автосопщицы». С большой вероятностью, конечно же, на любимую Робину Беккером тему «Сперм ворс», но это в будущем. Спасибо за внимание. Всем пока и удачи. Ребенок автосопщицы.